Ну, для начала я представлюсь. Я выпускник Калужского авиационного училища. Я сертифицирован пилотом третьего класса, вторым пилотом на Як-40. У ТО Быкова я только что прошел в ЛЭК, сертифицирован КВС на Ми-2, на Ан-2, на Як-52, на Л-410. Общий налет 1602 часа. Это так, чтобы немножко абстрагироваться от телепередач. За все время проведения этой конференции я не услышал одного постулата, который, вероятно, может поставить все на место. Все, о чем мы сегодня говорим, есть мобилизационный ресурс России. Так ведь было. Это ставит глобальный вопрос перед теми, кто за что отвечает, кто кому мешает и кто чего не делает, что обязан делать. Это было в 1941 году, и как правильно было замечено. А это очень серьезная история, потому что как только выкашивается первый ряд, пока приходит пополнение, кто-то должен заполнить этот вакуум. Мне 74 года. Вероятно, какое-то время, а я отношусь к военно-транспортной авиации, какое-то время я просижу с бестурвалом, пока не придет. И так многие, кто прошел этот путь. И когда я пришел в авиацию, а это было в 1994 году, паутина висела везде. И я тогда еще подумал, ребята, а как же безопасность страны? Вспомните, ОСАВИАХИМ, Общество содействия армии, авиации, флоту и химвойскам. ДОСААВ, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Что значит Добровольное общество содействия? Это мы. Даже те, кто умеет водить машину, кто сидит в седле мотоцикла. Любой человек – это мобилизационный ресурс, который чем-то обладает. Я предлагаю во всех наших обращениях перестать лить слезы. Мы жалуемся сами себе. Давайте один раз когда-нибудь поставим вопрос перед президентом. Положение, угрожающее. Сегодня дилеры, которые работают и здесь выступают, они не виноваты. Посмотрите, сколько дилеров, какие машины мы продаем в стране. Вот сидит Гарри Геворков. Чемпион мира, это мой инструктор, чемпион мира на Ми-2. Любой сидящий в зале, который поднимался в небо, знает, что лучшего аппарата для первоначальной летной подготовки нет. Любой научившийся на Ми-2 может летать на табуретке. Нет лучше аппарата, чем Як-18Т для первоначальной летной подготовки. У нас их нет вообще. А те, кто есть, доживают свой век. Ансад не поможет. Як-52 в любой модификации для первоначального обучения пилотажу лучший был самолет у нас. У нас нет других, но у нас теперь нет и этих. Поэтому я думаю, что резолюция должна включать в себя не просьбы, а практически предложения президенту, ставящие вопрос о, повторяю, угрожающем положении в стране. Когда мы с Борсковым, который покинул нас, он ушел, только что, создавали клуб, а это был 98-й год, мы тогда уже написали предложение по первоначальной летной подготовке, которое включало в себя очень многое. Кстати, это же государственная, очень удобная задача. Но согласитесь, все, кто знает, у кого учебные центры есть, какая у меня разница маршрутный полет, как я буду летать. Но это губернтская программа. Я могу летать по санавиации, могу по лесоохране, могу летать где угодно. Какая разница, у меня сидит вот инструктор, вот ученик, мы будем летать маршрутные полеты, включите. Мы предлагали, что сделать? Чуть скинуть налоговую нагрузку с любого аэроклуба при одном условии, что суббота, воскресенье бесплатная школа для ребят. Ну пусть с восьмого класса, у кого есть медицинская справка в небо, у кого нет, значит БО. При этом налет, который мы собирались дать тогда в Калининграде почти 100 часов за два года, и с этим налетом, естественно, приоритет для поступления в авиационное училище. Мы все сегодня, это правильно, но мы все рассказываем друг другу то, что у нас болит уже очень много лет. А тут, оказывается, есть люди, которые представляют нас всех в Совете при Президенте. Ну надо же встать однажды, иначе зачем мы там? Значит, надо выделять людей тех, которые могут грамотно объяснить задачу именно о том, о чем я говорю, и говорить это Президенту в глаза, потому что никто под ним вопрос не решит. И вы это прекрасно знаете. Сегодня главенствуют в авиации люди, которые в жизни своей ни за ручку, ни за рога не держались. Как с ними разговаривать? Когда-то давным-давно в Советском Союзе я разговаривал с одним замминистра, замечательный мужик. Он мне сказал, меня еще тогда так и называли, всю жизнь меня так называют, это было много лет назад. Я говорю, Аркадьевич, ну что я могу сделать? У меня сидят люди, которые вас ненавидят. Ну его выгнали за пьянку или за это, он летать не может, а вы летаете. Ну у него вот здесь комок стоит, он вас видеть не может. А вы к нему ходите с бумажками. Что-нибудь изменилось? Теперь пришли люди, которые понимают. Хотя бы там 30-40% ввести высосут. Нет, ну хорошо, ну пускай бумага вылеживается. Я предлагаю эту конференцию привести к тому, чтобы у нас была резолюция, которая очень жестко, по-мужски, так как умеют делать люди в погонах. Это рапорт президенту Российской Федерации об угрожающем положении с авиацией, с малой авиацией, с авиацией особого назначения. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ